Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по Вебройзу. Трек! А мне семечек! А мне! Ребятушечки, здравствуйте! С вами Расхититель Помойки. Этот контент вы точно ждали и никак не могли ожидать. Я приготовил для вас взрывной сюрприз предновогодний. Я насобирал в помоечке вот такие вот супер взрывоопасные пивные кегли, которые мне даже страшно в руке держать, потому что все вы скорее всего видели, как они взрываются. А взрываются они очень сильно. Вот посмотрите, бедную собачку чуть не разнесло. Но она, кстати, жива-здорова и все у нее отлично. Просто немножко ее контузило. Я решил эти кегли испытать на прочность. И первое, чем я буду пытаться взорвать кеглю, это вот такая вот металлическая рогатка с ручкой. Она с помоечки, чуть-чуть ее пришлось починить, но работает. Также вот взял маленьких камушек. Потом я буду эти взрывные кегли пытаться подорвать с помощью петард. Вот это первый корсар, обычный корсар, самый дешевый. А вот это уже третий корсар, он помощнее. Ну и на закусочку, если эти два корсара не сработают, я примотаю скотчем к этой кегле вот такую вот огромную петарду. Это называется 6F. То есть типа номер 6F корсар там или что, русская пиротехника. Ну короче, мощная петарда. Вот черепок, но если нарисован, то это опасно. Все, что вы увидите в этом видео, не вздумайте повторять. Все действия выполнены профессионалами в защитных костюмах. Ну в смысле, я сейчас очки одену и этим я себя спасу жизнь. Ребятушечки, ну что, приступим к испытанию на прочность этих пивных кеглей. У меня, кстати, очко сжимается, немного страшно. Потому что я как-то раз здесь во дворе летом в помойках ковырялся. Что-то так бахнуло, что я думал, что взорвалась граната. Но это была такая кегля. Она просто из бака упала, вот и все как бы. Вот так вот случилось. Заряжаю маленький камушек, ребятки. Оператор, я тебе соболезную. Потому что если оно взорвется, то тут, ну как бы, все оглохнем. Ну что, ребятки, повторяю, что не надо повторять. Ну что, народ, погнали. Ёбаный род. Промазал. Я специально беру камушки поменьше, чтобы наверняка оно взорвалось. Но рогатка реально мощная, ребятки. Оно просто отскочило и даже не взорвалось. Нихера себе. Ребятки, это вам не челленджи смотреть. Тут все взрывоопасно и опасно. Давайте заряжу посильнее. Вот так вот щиток поставлю. Знаете, как в полицейской академии щиты полиция ставит, чтобы не отрикошетило. А что ты там встал за мной? Ты ближе подойди. Ребят, страшно реально, очень страшно. Камни не взрывают ее. Попробую поближе подойти. Как это адреналин-то бьет. Все, не могу то попасть, то взорвать. О-хо-хо, как тебе? Что? Как? Меня, кстати, шапка спасла, ребят. Шапка реально помогла. Нихера себе оно взорвалось. Пошли смотреть. Капец, пивом воняет, чувствуешь? О-хо-хо-хо. Ребят, ну не, ну тут все поразлеталось. Вот пивные остатки капли. Пластик полностью разорвало. Вы увидите это на замедленной съемке. Снимаем 250 кадров. Тут вообще какая-то вот эта жижа, что ли. Каша какая-то там. Охренеть. Но, ребят, теперь вы будете знать, что стрелять рогаткой по пивным кеглям не стоит. Можно контузию словить и на тот свет отправиться. Так, ну это мы пока в сторону откладываем. И берем петардочки, ребятки. Буду их на скотч приматывать. Вот это уже поопаснее. Блин, классно вообще. Вот это я как в детстве экстрим это ощущаю. Ребят, реально страшно даже их в руки брать. Потому что это, ну, это контузия эта. Ребят, беру сразу две петарды. Первый корсар и третий корсар. И сразу их примотаю. Потому что почему-то мне кажется, что первый корсар не взорвет ее. Если вы думаете, что взорвет, вот перед тем, как увидеть, взорвет, не взорвет, в комментариях напишите. Ну, это я вас сейчас это забайтил. Сейчас мы это проверим. Я их все вот с этой стороны примотаю. Первый корсар я вот плотненько его к корпусу приклеиваю. И, конечно же, третий. Ну, третий, я думаю, точно взорвет. Вот так вот посильнее. Чтоб никуда она точно не отлетела, а взорвала. Ну что, ребят, я чувствую свои... Это чувство. Чувствую. Вы готовы? Ты, если что, сразу, ну, не упади. Оно не горит? Ребят, ну видели сами. Оно шипит. То есть кеглю пробило, оно шипит. Вы слышите, ребят? То есть ее пробило. Есть пробитие. Но ее сейчас просто спустит, и она не взорвется. Надо скорее вторую поджигать. Да что такое-то? Да ты падла. Сука, ебучая, блядь. С помойки ебучая падла. Где мне взять это? Зажигалки негде мне взять. Я сейчас попробую тогда кинуть вот эти плоскогубцы в нее. Ребят, вы готовы? Не попал. Легко, блядь. Надо ее взорвать, пока ее не спустило. Берем опять камушек. Де промазал. Ай, не хотит. Улетела она, спустилась. Я бронированный. Усюка. Не, ребят, ну все. Минус контента. Она не взорвется уже никогда. Уже весь воздух вышел с нее. Ладно, пусть стоит. Сейчас зарядим вторую. Осечек не должно быть. Сейчас я найду нормальную зажигалку. Я нашел за кромах зажигалочку, которая горит. И вместе с ней сгорит мой пукан. Когда я испугаюсь и убегу отсюда. При взрыве вот этой кегли. Первый корсар не взорвал. А что шипит-то? Это же та же, что ли? Да это та кегля. Нет. Берем новую. Эта шипит. Ее первый корсар не взорвал, а просто пропалил. Поэтому я беру очень накачанную, ребят. Там давление. Прям вот очень она накачанная. Прям даже пальцем ее прогнуть не могу. Сейчас сюда петарду прицеплю. Ее страшно в руки брать. Там еще грамм, наверное, 200 пива на дне осталось с помоечки. Помоечка так-то, ребятки, спаивает. Вот так прилеплю, чтобы фитиль не прислонялся к бутылке и не прожег ее. Вот это вот, это стратегия победителей. Ну что, ребят, вы готовы? Вот это будет сейчас мощный бабах. Это уже зрелище не для срабонервных. Помоечка дарит экстрим. Ребятки, эта осечка, она не взорвалась. А я чуть штаны не наложил. Это очень страшно. Ну что, буду попробовать еще раз. У меня этих петард в достатке. Хорошо сидит-то как. Как так? Это что за корсар-то шляпный? Он ее даже не взорвал. Петарда просто отлетела, ребят. Вместе со скотчем. Она вот тут была. Осталось только черное пятнышко. Но для вот этого сценария я приготовил кое-что посерьезней. Это вот это вот. Огромный снаряд. Который, ну, по-любому взорвет эту гребаную баклажку. Вот фитиль, кстати. Тут можно будет на приличное расстояние отбежать. Сейчас я ее закреплю. И будет точно бабах. Сто процентов. Я уверен, ребят, на девяносто девять и девять процентов, что оно взорвется. Ты падла, а? Сейчас, братва, я уже закреплю очень крепко корпусу эту петарду. Чтобы никаких осечек не произошло. Вот так вот. Хорошо сидит. Глядит. Ох, какая пчелка. Я уверен, ребят, на девяносто девять и девять процентов, что оно взорвется. Да это что за издевательство? Петарды вообще тут не работают. Они не взрывают, ребят. Ну как так? Вы видели ее размер? Я знаю, что надо сделать. Я ее положу под баклажку. Вот тут снизу, где пиво. Вот так. Я думаю, так она взорвется. Вот сюда. Что за петарды шляпные, ребят? Охренеть. Посмотри, что произошло. Короче, набивка петарды просто вот так вот рассыпалась. И вот от нее кусочек остался. Это осколочные снаряды. Вот. Значит, ребят, петарды против пивной кегли не работают. Только если нет супер какой-то мощной. Но вот эти петарды, это были самые мощные в магазине. Я им сказал, дайте мне черную смерть. Или там, ну, Корсар с 60-й. Или какой там. Мне дали вот это, потому что ничего мощнее у них не было. Но еще я у них купил вот такую вот штучку. Это как бы салют на палочке, ребятки. Салют на палочке. Где-то тут фитиль должен быть. Вот, фитилек, ребят. Это уже мне стрелять придется. В руках эту штуку держать. Это ручной как бы салют. Вот, фитиль. Здесь 8 залпов, ребят. Вот это сейчас будет экшн. Надеюсь, салютом удастся ее пробить. И будет пробитие, ребят. Ребят, мне капец страшно. Потому что с теми петардами я не контактировал. А тут мне в руке эту трубку придется держать. Еще и целится, ребят. Ой. Ребят, вот это экшн. Вот это толп по контенту офигенный. Но очень опасный. Тут все задымилось. А кегля, падла, так и не взорвалась. Просто гляньте вот сюда. Вы посмотрите сюда. Там все дымится в этой коробке. Ее пробило нафиг насквозь. Вот этот салют реально опасный. Вот если бы он попал бы в человека, мало бы не показалось. Хотя, ребятки, я видел, как пацаны перестреливались вот такими вот снарядами. Я им соболезную. Там кто-то и глаз может оставить. Но кегля не взорвалась. Что очень обидно. То есть получается, что круче рогатки для подрыва кегля ничего не придумать. Ты прикинь, сколько она всего пережила. Вот я стрелял. И по мне стреляли. И я упал в лужу нахуй, блядь. И лежал нахуй. Потому что один человек просто, блядь, хуярил. А куда хуярил? Хуя его сраной знает. Падло, эту еб***чую. Ничего не берет. Никакая петарда ее не берет. Ни последний корсар, ни первый, ни третий. Ничего не берет. Рогатка только берет. Я уже начинаю злиться. Оно не взрывается у ребятки. Но у меня, ребят, есть козырь в рукаве. Ну что, пацаны? Аниме это 12-зарядный салют. Который я приготовил на закусочку. Это я предполагал, что, возможно, петарды ее не возьмут, эту кеглю. Сейчас я этот салют зарою в земле, чтобы он, ну, как бы нас тут не поубивал. И сверху я поставлю вот эту кеглю. Поправочка, тут 16 зарядов. Сейчас я закопаю этот салют примерно где-то вот здесь. Надо вырыть ямку. Нет, лопата не подходит. У меня есть вот такая. Анимешечка. Вот так. Главное, чтобы его не перевернуло. И он тут нас не перестрелял. И тут аж целых 16 зарядов. Это реально, ну, немало так-то. Я очень опасно. Так, а вот здесь по бокам, короче, я насыплю немножко снежку. И уже на него установлю кеглю. Нам тоже очень важно, чтобы эта кегля никуда не делась. Я думаю, салют ее точно взорвет. Ну что, народ, вы готовы? Я готов. И мне очень стремно. Потому что это капец как опасно. Я все присыпал. Сделал все по красоте, чтобы никаких осечек не было. Поджигаю. И убегаю. О, ура. Побега. Ребят, салюты я не взял. Но это был топовый салют в честь миллиона подписчиков. Спасибо всем большое, что смотрите мой канал. Подписывайтесь. Сейчас зима. Тяжело снимать контент, потому что холодно. Но я как бы стараюсь его все равно снимать и ходить на кормилицу. Пошлите глянем, что там с кеглей произошло. Ой-ой-ой-ой. Как тут все разнесло. И вот следы от ударов снаряда. Оно не пробило ее. То есть вы понимаете, насколько она прочная. Это капец. Здесь всю мою кучу разнесло. И мне очень страшно ее, короче, в руки брать. Потому что она уже столько взрывов перенесла. Такая воронка черная. Салют, блин. Разнесло. Охренеть. Вот, смотрите. Его тупо разнесло. Он взорвался внутри. У меня осталось еще две невзорванные кегли. Собственно, вот эта и вот эта вот пузатенькая. Тоже очень сильно накачанная. Ну и рогатка. Поэтому, ну возьму поэтому я рогаточку и взорву эти оставшиеся кегли. Она, кстати, уже скоро порвется. Надеюсь, она выдержит и не дорвется сейчас. Вот, видите. Круче рогатки для прострела пивных кеглей ничего нет. Это стопроцентный вариант. Ребят, оно сейчас порвется нахер. Я так и знал. Порвалась, падла. Лайк-то поставь. Или я с рогаткой к тебе домой приду. Буду стрелять. Короче, братва, вывод такой. Кегли взрываются только лишь с помощью рогатки. А чтобы реально ее подорвать, нужна, наверное, самая мощная петарда, какая есть вообще в продаже. Но я такую не нашел. Пишите ваше мнение в комментариях, каким образом мне подорвать оставшиеся две кегли. Если вам контент залетит, то я все-таки попытаюсь найти эту самую топовую петарду. Куплю ее. И попытаюсь их взорвать. И еще можно рогатку лучше где-то найти мощнее. Или арбалет там. Или не знаю. Короче, я даун, ребят. Спасибо за просмотр. О! Поехали! 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 Поехали!